Я просто говорю, я же когда... А все уже пишется. Так все уже пишется, вот это я справа. Я представлял этому правительству. Про форумы разговаривают с чиновниками. Разговаривают там эти все люди, промышленники. И когда я им говорю, слушайте, ну это такой бизнес, вы же в бизнесе будете работать. Это же сельская, это фармацевтика, это легкая промышленность, это пищевая промышленность. Кока-кола делает, Мальборо делает. Все делают что-то с марихуаной. Это гигантский рынок. Компании рвут. Говорю, чего вы? Ну это же, блин, потребление. Говорю, и что? Так это же естественный продукт. Перу, Боливия, там все. У них продолжительность жизнью больше, чем белорусские. То есть непробиваемая. Непробиваемая. Вот когда вы... А почему говорю я? Самое страшное русским говорю. А вы же против Запада, да? Почему вы повторяете ложь Запада? Это же ложь, это миф. Это же то, что сделали бутлегеры, блин, для того, чтобы продавать свой продукт. Да. Ну ладно, типа подумай. Нет, ну что-то не так. Знаешь, у них не стыкуется. Я не знаю, я расскажу, как нам отвести от этой темы по части нашей. Так, выпуск пока свободный на канале «Новинный бай». Подписывайтесь на канал, ну и ставьте так на будильник, как бы не пропустить наступные выпуски. А в этом выпуске у нас наступная кампания. Я расскажу, Романчук, центр Мизеса, керавник, аналитик, экономист. Привязание. Вот, ну и Таня Каравенкова, зорко тыдня. Редакция «Белопан», журналистка. Мне сложно представить, Роман, что вы пережили за последние недели. Я искренне вам сочувствую. Может, одразу, тогда раз это и сдарилась конференция Протасевича на початку тыдня, может, от тебя почним, от твоих уражений. На кольке я веду, ты плановала, не то, что плановала, а прогнозовала, что такие варианты махчимы, что на пресс-конференции покажут Протасевича перед самым ее початком. Откуда такие думки? Ну, на самом деле, это была такая шутка. Мы утром переписывались с Сашей Богуславской из «Дойч Велли». Ну, вас двоих там как раз и засталось. Да, ей как раз накануне выдали временную аккредитацию на три дня. И мы просто утром обсуждали, что может быть вообще на этой пресс-конференции. И Яну с таким черным юмором просто ей написала, что, как бы, Саша, ну я же надеюсь, что хватит мозгов не притащить Протасевича на пресс-конференцию, чтобы он там заявил, что самолет посадил он, чтобы вот, как бы, чтобы, ну, и потому что раскаялся. И она мне же так написала, что, ну, у вас такое чувство юмора, графиня, и все. И потом, когда на пресс-конференции его привели, ну, мы были в таком шоке, если честно. Потому что никто не ожидал, что такое возможно в принципе. Ну, его привели, так, заходные послы и журналисты BBC одразу покинули, так, зале в этот момент, я правильно понимаю? Ну, там было, наверное, вот не прямо сразу, там в каких-то, ну, в течение каких-то минут десяти. Но они это, как бы, сделали молча, и было совершенно непонятно. Ну, просто встали, когда по одиночке какие-то люди вышли. И потом уже, когда в Твиттере вот британского журналиста там увидели вот эту запись, как бы, стало понятно, ну, что это происходило. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, они сошли, так, была представлена версия по дею наших генералов, так, после слова дадено Протасевичу, и, увы, не кусяубах журналистов была присвечена. Не до версии, так, не до сабых пунктов генералов, так, а их там хапало, правильно? А у вас, и ты, и Саша Богуславская, а вы, вот, давай бомбить с питаниями именовита Протасевича. И, увы, не кусяубах, ты кажешь, как Станиславский, что не верю. Это ж трошки не по-журналистски. Ну, это может быть не по-журналистски, но мне кажется, есть какие-то такие моменты, когда журналистская профессиональная этика немножко отходит назад перед просто человеческой этикой. И там был такой момент, когда он спросил, вот, ну, неужели вы тут в зале мне не верите? Была такая тишина. Ну, и тут я просто не выдержала и встала, конечно. И что, были какие сигналы после этого? Мне лично нет. Знаешь, в органах? Нет. Ну, ты молодец. Я, саправды. Спасибо. Сценарь был зрозумелый, так, того боку, как это мая выглядать. Увы, не буду с романой. Так, трошки вот нагадала, минулый год, коли все эти сценары ломались. Ну, знаешь, мы просто вот с той же Сашей вот всю эту неделю над этой темой рефлексируем, периодически переписываемся. И все-таки мы с ним пришли к выводу, что, наверное, самое правильное с нашей стороны все-таки было не задавать роману вопросов. А сосредоточиться исключительно вот на Следственном комитете, но... Хотя и так, Саш, ты загнал и гору. Да, но просто, чтобы понимали, это случилась впервые такая ситуация. Все очень быстро, волнительно. Ну да, мы сразу, мгновенно не придумали, не сообразили, как себя вести. Поэтому уже получилось вот так вот. Я расход глядел. Безумовно глядел. Ну, право в том, что за 10 годов белорусская журналистика безумовно полепшилась, потому что памятую той, что отбылось в 2010 годе, и треба было мерковать, как реакция была такая, вот, как сегодня. Али, на жаль, тогда была реакция кардинально инша. Ты теперь кажешь про экспоперки? Вось, вось, вось. Тогда шмат шквала биноватчанья у гэтага негативу. Это было нечто беспрецедентное. Ну, посталело громадство. Ну, посталело громадство. Журналистика так само. И до гэтай, вот, только теперь некоторые пачинают вось сказать, что вы вось и выбачатся тому, что они так себя поводили. Вось, я нагадаю, что вось в 2011 годе, на початку, мы с Залесем Липаем вось легендой белорусской журналистики так само обмерковали. Директор Белопана засновали. Белопан, так, так. Вось мы там собравали, и он казал, что, ну, так, и он вось, як чалавека бельми добры разумея, и хотел зарабить у свой, там, уклад, у той, ка была демистификация гэта ситуация. Але нажаль, шмат людей, які в этом тим удельничали, перш за все политики, вось, оппозиции, таму, што влады, яны зарабили свою справу, и все. А вось политики, яны до сёняшнега дня, некоторые, навод так и не разумелись, што гэта было. Так што, то, и што отбалывалось с романом, ну, гэта так, это вось добра инструкция Израэля, трэба бедаць хав своё здоровье и перш за все. А потым, гэта мякай, на мой пагляд, вартосці з пункту гледжэня, там, няких фактаў да самалету, да инциденту немае. Тут, навын, ну, окей, да. Але вось литерально недавно вышло это интервью Алексея Кунгурова, такого, росейца, так, для свободной Беларуси, кі вот каже про тое, што эффект мінавіта пропагандыскі, вось, і интервью Маркаву, так, і інше. Йон меў колосальну пылу на велику ўчаску Беларусского грамадства, назовем это болото, каторе пасля някай там актывнасті лето в осень, так, знову под Плинтус, так, меў колосальны пропагандыскі эффект. Як вы это оцениваете? Ну, его нема, я думаю, някі социологі немаешча, альбо яна б ёсця ле някай там скрытая. С пункту гледжэня пропагандыста, історіў, які кажуть людзі, які выходят з турмы. Гэта жах просто. І калі там кожны за 15 суток, 30 суток, а вось Анатолія Бецька вышел з турмы, а расказывал, як ям... Гэта ж пыткі. Гэта ж просто тортуры, які недапушчальны ў центры Європы. А тое, што ён казал, ну, гэта, ведайте, як завжды, вось саталёгая опошня Четамхауса, паказывая. Там 25-30 сутка ў папрозных пунктах за режим, 30-35 сутка. 25-30 сутка? 25 па пауляраяльність до Лукашэнка 25 сутка. Гэта трэба зразумеў... В принципі, тое, што було і до выборов, так, як бы, вот это ядро ёв... Ну, гэта 25, але гэта толькі городськое населіство. Калі мы прымем до уваги, што сельськое населіство... Але сё роман, це цырцай влоге. Калі б адбыліся выборы, і кожны ше з людзей меў бе ўпэлніністю тым, што не будуть сведаць улады пра той, за кого он галасавав, ядапускаю та 17. Калі, ось, калі не будзе... Калі не будзе Лукашэнке, да, то не будзе, да. Гэта зазінішна сітуація, але пункт леджэня пропаганды, гэта як Путін, так? Гэта та сістэма, яка контр-пропаганды, яка накеравана той, ка б збіць потенціал протэсту і демократичных сіла. Так, ты ўжа трошкі пероходзеш до свого артыкула, я сёня хасіл цітоваць, так само і тезіс із ягонам, такі вельмі смелый, вельмі цвярозий, на мою думку, один самій за пошній момент такі з'явіўся, так, с крытыкой і штабу Тихановскава, і аголам оппозицій, всіх оппозиційнах настроенных людзей, але, в принципі, наша программа про тое, што мы обмерковувам найважніші за тэдзень, колеги. Калі у вас єсть, што самая важнае отбылось, знаковая на цьому тэдзень? Наверно, Протасевич был самым знаковым на цей неделе. Ну, у вас який знак? К чему это? Ну, мне кажется, с одной стороны, такой знак, что всё-таки власти совершенно потеряли берега допустимого. То есть, они… Но они уже и с Марковым это… Ну да, но как бы это ещё один такой шаг, не знаю, там, движение в сторону дна, которого всё-таки мы никак не достигаем. И знак того, что, ну, в очередной раз просто подтверждаю, что готовы использовать любые методы для себя. Ну, они на войне, они про это кажутся, абсолютно. Альгарском олеге. Мне кажется, это важно, что было зафиксировано, что вот как бы ещё одно проявление вот этой вот их позиции. Для меня дно было немножко, как для экономистов, в другом, да? Ну, как дно. Это такой сложный вопрос, когда мы слышим от наших партнёров, коллег из-за рубежа, о том, что вот-вот что-то рухнет, да? Меня 25 лет обвиняют, что Романчук прогнозирует коллапс, да? Я всегда говорю, цифры, друзья. Как бы мы ни относились к, там, статистике, да? Но, тем не менее, есть какие-то тренды, да? И 3,5, 3,1% роста ВВП, 11% роста промышленности, и самое главное – 35,5% роста экспорта товаров. Это высокие. Белорусская лодка, да, поднимается приливом мировой экономики. Так. И тут, когда я слышу, как бы, опять-таки, коллег по демократическому лагерю, что вот-вот коллапс, вот-вот это всё, вот-вот всё… Друзья, это вопрос о том, волки-волки-волки, ты пять раз здесь кинешь, потом опять к вопросу о доверии к тебе со стороны твоего потенциального электората, либо вот… Аудитории. Так, аудитории. Это очень важно, чтобы не делать заявлений, которые потом легко дезавоируются. Это как в Россию, да, говорят, вот Россия, скоро рухнет нефть. Трезвые экономисты говорят, друзья, макроэкономическая политика в России, она достаточно… Ну, такой, окей, ну, али вот до Беларуси… До Беларуси, значит, не надо ждать, что под действием экономики люди выйдут на улицу, что не будет хлеба, не будет банков, не будет экономики, и это создать спрос на тех людей, которые на белом коне въедут в Беларусь и скажут, мы новые выборы, мы новая страна. Этого не будет, потому что, опять-таки, есть фактор России, которая умело использует ситуацию… Я не знаю, была бы вовлечена в России в… Самолет. …сюжет с самолетом или нет, но то, что она, безусловно, использует этот аргумент и возможные санкции в свою пользу, в этом нет никого сомнения. И вот самая, на мой взгляд, чувствительная тема сейчас, когда, с одной стороны, санкции, санкции, санкции секторальные добьем, и мы потом возьмем режим лежащим в грязи, да, с его дном и так далее, и так далее. А другой вопрос, а если он будет там внизу валяться, да, то кто его возьмет? И вот вопрос, кто его возьмет, он вытекает как раз из повестки дня Байдена Путина. Вот я хотел сказать докладно. Когда нет во главе фундамента мирового порядка прав человека, а есть зеленая экономика, есть некие глобальные вызовы. И это радикальный уход от той моральной повестки дня, которая была при развале Советского Союза. И это, безусловно, не в нашу пользу. Поэтому я всегда очень… Хотя бы при Клинтоне и Обаме. Да, я всегда настороженно отношусь к этим призывам, потому что ты должен видеть на два шага вперед. Да, мы все понимаем, что нужно как-то это ослабить. Но вот нас круто не бывает. То есть, когда нужно заниматься информационно-идеологическим адвокатированием нового, да, вот моя большая претензия именно к тем ребятам, которые вошли в политику неофиты в 2020 году. Ну, теперь для них это основная стратегия, я так разумею. Нет стратегии, потому что… Для оппозиции. Вались режим с санкциями и так далее. Из того, что я бачу в сетках. Я призываю посмотреть интервью Андрея Николаевича Илларионова, который сказал, друзья, да, есть режим, да, он сильный, он идет на любые дно, он идет на любые… Нету предела того, что он может пойти. Такие режимы не падают за ленточками, скамеечками, песенками, все то, что было в Беларуси. Эти режимы падают только если есть сопротивление. Если в Беларуси есть… Ну, или в Польше, выше как раз Сапоцкина. Безмолвно, я обедаю, это довольно доброе. Это, ну, солидарность, массовость, костер, Ян Павел II… Ярузельские, которые одукованы… Голод, голод. Адукованы Ярузельские, это не одукованы эти люди, которые в окол сегодня улады белорусская. И это радикальная ситуация. Тому я снова нагадываю, как кажут там, с грязной водой ребенка не выплеснуть. У нас ценность наша – суверенитет. И здесь я бы предпочел год, условно, заниматься адвокатированием… Жить в этом же стеке. Адвокатирование ценами. И вот полмиллиона бельминчан, которые выше на, значит, протесты, да, или там три миллиона людей, которые проголосовали за Тихановство. Если они каждый день будут расширять по одному человеку сферу нашей ценности, будет по-другому. А опять, возвращаясь к этому вопросу, что меня больше всего обескураживает, когда количество сторонников в городе белочервоно-белогостяга меньше, чем колькость людей, которые выступают за официальный фляг. И для меня это загадка, а по кольке социологам склонны доверять, я не веду. Треба просто сказать правду про историю, про то, что мы с собой являем. Потому что, снова, это питание еще одно. Коли мы видим, чего чекают от Тихановской, люди маркуют. Вот Тихановская демократичная сила пришла до влады. Что они будут делать? Нагадаю. Нема повестки дня. Новое место працы, развитие, пенсии. А еще какая повестка дня? Это вот ваше стыкло. Подождите. Команда Тихановской, в принципе, никогда не заявляла, что она собирается проводить реформы. Я понимаю. У команды Тихановской всегда был один пункт программы. Тихановская приходит к власти и объявляет новые свободные выборы. И уже те, кто, соответственно, будут претендовать на участие в этих выборах, они и будут представлять свою программу. Но теперь фактически только бабарыка. Стурмы, высылая некие сигналы. Просто я не очень понимаю претензии к Тихановской по отсутствию программы. Они многим не предлагают. Я очень любо уважаю Светлану и всех людей, которые рискуют своей жизнью. Вопрос не в этом. Есть дискурс. Людей спрашивают. То, что есть Лукашенко со своим колхозом, со своим совком, со своим подходом, погонами – это одно. А вы что? Например, тот же вопрос. 60-52% не видят Беларусь безопасной страной. Ты просто тезисно скажи. Нау есть. Есть другие люди. Вы просто… Большая инклюзивная коалиция людей, которые есть в Беларуси, людей, которые есть в любой стране мира. Они делают не обязательно Светлана. Светлана абсолютно четко сказала. Да. Моя задача – прийти и сделать новые выборы. Но новые выборы во имя кого? И здесь вопрос не в том, что будет там Латушка, Тихановская, Лебедька или кто-нибудь другой. Вопрос в том, что вместо этого. Я рассказывал. Я думаю тому, что это не только питание до Латушки, до Тихановской, а и до многих и методологов, и Млику, которые тут находятся в Беларуси. Так. Это точно того, что все сконцентрованные, сфокусированные на этом супростоянии. Но только положить конец. Неважно, там, как Лукашенко отхилится до Лады, там, как Режим взрынуть, неважно, как они это называют. Те, как вышли политвязни, правильно? Которых уже больше за 500 сегодня весна адрапортовала. Так. Я думаю, все сфокусированы на этом. Так. Спутболежения эмоцийных, человеческих нормальных, гуманитарных, как бы так само своих неких памятников. Как это спинится терроры и так далее. Ну, когда исполнение террора, это одна стратегия. Тогда бы повинны, вот, например, не казать про санкции. Треба некие там, вот, кажуть, апизмы. А про что казать? Окей. Я не знаю, про что казать. Я не знаю, санкции не супер. Эти санкции приводят, это такое, что эти люди будут вызволены. Вот, это питание. Но они приводят. Ну, я, изученные штаты. Козулин, 2008 год. Миновита нефтянка, Лида там еще так были. В 2011 году было, в 2014 то же самое же было. Слушайте, 3-4 года сидели лидеры, да, и потом их выпустили. Вопрос в том, что опять мы можем говорить, что санкции приводят одновременно к тому, что резко возрастает роль Кремля, который получил карт-бланш от Байдена. То, может, вы лечите, что я натремал карт-бланш? Абсолютно. Украинцы сейчас в шоке, потому что украинцы, на самом деле, сейчас гораздо больше опасностей, чем Беларусь. И санкции, понимаете, вот, не будет санкций. Знаете, одно предприятие Новополоцкого этого НПЗ, да, оно переименовалось. И вопрос, значит, формальный. Будет ли эти товары продаваться в Европе под брендом другого, другой структуры или другой, значит, другого производителя-импортера? Будет или нет? Пока ничего не известно. Но позиция немецкого бизнеса, вот, если они хотели бы сделать секторальные санкции, смотрите, логика моя. Вывели санкции, экспорт вырос на 35,5%. Да? То есть не работают санкции, очевидно, да? Я понимаю, что отдельно взятому, там, вот, если те Тетерину сейчас внесут в список, да, Тетерин бизнес, ну, скажут, окей, я поеду там. Сотни только, по-моему, бизнесовцы. Ну, Калибуди, он Калибуди. Это вот санкции в отношении российских бизнесменов, которые, там, в деле Магницкого и так далее, и так далее. Но у нас же еще вопрос есть, что есть всегда выход, это идти с предложениями в Кремле, в Кремль. И вот это самое опасное, что в этой ситуации может быть. Так, а что работать? Окей, Ярослав, на какую стратегию? Кажете про стратегию? Я говорю, вот, 500 тысяч людей, активистов, да? Окей, работать с ними, правильно? Нет, они должны стать каждым источником информации, убеждения, что Тихановская ли, Латушка ли, Лебедька ли, любой лидер, там, который придет, он несет нам безопасность, независимость, благополучие, развитие бизнеса, интеграция. Вот, интеграция, я имею в виду, в мировые цепочки глобализации. А у нас, что мы слышим, у нас, значит, НАТО почему-то, членство Европейский Союз, у нас есть там, мы не пустим, выгоним там границу построить. И это аккуратно угодно, и России, и режиму. Вот, вот о чем говорю. Знаете, когда нас было много в августе-сентябре 2020 года, почему? Все флаги, все убеждения, либералы, социал-демократы, социалисты, неважно было, потому что была моральная боль, была трагедия, пыток, убийств. Так. А сегодня что делается? Оба-на! Кто-то против? Причем тут НАТО? Опрос 7% людей за НАТО. Ты сейчас будешь про НАТО говорить? Это к вопросу, когда я шел в выборы, смотрите, властям важно сузить максимально повестку дня. Так. Если бы я был за повестку дня легализации марихуаны в 2010 году, у меня было бы там… Ну, в парламент бы вы прошли. Не, не факт. Потому что опять люди, 95% белорусов, кардинально против наркотов, а марихуаны против наркотов. Давайте с этой марихуаной. Да, с этой марихуаной. Я думаю, что есть объективные просто два чайника, которые перешкоджаются в упроцовке этой стратегии. Назовем это не то, что в упроцовке стратегии, или вот такого подхода, так, до людей, как им давать некую актуальную именно эту повестку, которые перед вызовами, правильно? Я думаю, что элементарно человеческие интеллектуальные ресурсы той же штаба Тихановской и так далее, там собранные люди, которые работают на внешнем рынке, на внешней арене, правильно? И с министрами, там, с ЕС и так далее, Вашингтона. Ну, потому что они там. А тут, когда ты высунешься молотком по шляпке… Ну, почему не выкористовывать ресурсы, которые были напрацованы на протяжении 25-ти годов? Вот, люди вышли… А кто это будет выкористовывать? Вот кто? Ну, глядите. Ну, окей, ну так что, это Романчук становится на… Гэта ж сама Олесь, який там, вось, человек, який отказывает за экономику. На протяжении 20-ти годов… Олехнович. У нас так, экономичная конституция есть, податковый кодекс новый есть, бизнес-платформа есть. Но это не эмоции. А теперь люди эмоциям потребны. Люди сидят в турмах и так далее. Ну, тогда и треба сказать все то, и треба всем зарабиться мазой Терезой, мать Терезой, которая пришла бы и умоляла людей вызволить этих людей. Даня, а ты что? Ну, мне кажется, ну… Понимаешь, какая-то стратегия нужна, но в нынешней вот этой ситуации, мне кажется, странным думать о том, как строить образование, как там проводить реформы в момент, когда творится ужас в тюрьмах. И все-таки мне кажется, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы освободить этих людей, чтобы они все вышли, и потом дальше уже какой-то, ну, следующий шаг. Ну, эта проблема, она объективная так сама, что просто белорусы немают голоса теперь. Внутри Беларуси. Моя голоса в загоне, правильно? Загнаная. Сабры, 20 годов. Ты, який опрашнулся от того, что в Беларуси там нема демократы, нагадаю, что было в 96-м годе, так? Коли так сама было референдумы, и было, и разгонаны парламенты, и все гэта. Мы бачим, коли было, что было, когда людей забивали политикам. И справа у тем, что, коли у нас такая гуманитарная миссия, то, например, когда мы уезжаем с боку Литвы и Польши в Беларусь, и когда там три отсотки речи, какие там, ну, вельми там вульгарные с пункта увлежения Лукашенко и режиму, ну, это один подход, это тое, когда Лукашенко каже, ось я раздаем всем бронезброю, так, и это будет аллегарком аллегар, мы воюем, мы на войне, и на войне могут быть забитые, могут быть катаванные. Полонные, так, как Романа Протасевич, так? И вот это стосовно клады. Гэта один статус. Как мы можем гэта обрынуть? Первое, мы можем обрынуть гэта силой. Я, не Таня, не ты, мы не за силу, так? Я ж не в уголе там... Мы на авуза марихуана. Я уже требую, да. Ну и главное по. Вось, а иншее, вось, калине, то треба робить нечто, да, каб зняць напружанне и казаць гэтым людям, які вось з дубинами, які з турмами, які з большим силовыми гэтым ресурсам, каб яны пачули, ну добра, лепш для них некие там аргументы найти, каб яны з гэтай вось пастки гэтага крысу вышли. И вось австрийцы, на мой погляд, як партнеры режиму Лукашэнка гэтага бізнесу, маглі би зробіць гэту гуманітарну, маральну ролю. Я не знаю, каб яны там просто там... Ну, ви ж там акурат нео... Ваши ж карані ідеологічны, ви ж австріець, правильно? Школа Хайк, гэтага неолібералізму гэтаг далі. Яны это зробі, у їх же інтересах, по ідеї, можа быць. Трэба розмавляць з австрійськай публіка, каб тлумачыць цім, чаму мінавіта гэтай австрійський бізнес павінна істі з місіей діалёгу. Ну, бачите, все равно ваназнішні керування. Ну, хто являць авторитетам для Лукашэнка, так. Путін? Случай не. Ватикан? Ну, так, але ми відаєм, што статус ката даліку. Гуцарєв і він з ним. А немецка дипломата, як я, мінський діалёг, робіла пам'ятна ця не. Я розмавлял з чоловіком, які там, десять разів зустрікаўся з Лукашэнка, будучи представнікаў вельмі паважанай сусвітна організація. І він казаў, «Зробіце нешта і мы вас па ці крыху будзем там легалізаваць». І він знов обнулил неразумеюча. Америка – не. Я застаецца толькі тыя бізнес-інтерэсы, які є. Прабачці. Контрабандысты паперосов з Літвы. Альбо з Польщы. Гэта факт. Я думаю, што спецслужбы вель Літвы, Польщы, я зведуюць, хто гэта людзі. До них ніхто не звертаўся публична. Альбо австрийскі бізнес. Вось і все. А іншы, нажаль, нема. А може про зарабав ёшче. Може… Ну, Китай тут так само не гулець. Все ровно це знішні некі ресурси. У нас є ресурси… А які у нас тут є ресурсы? Прошь вот этіх там… 500 тисяч в Минску… Ну, все ровно ми тепер овці, так? Загнаны в загон. Абсолютно. 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 Як там було спачене. Бляяння зну, так? Уверши інки купалы. Бляяць, тільки може. Як би це не гучало. Добре слово. А так. А суша, я тут не согласна, що внутрення ресурса нет. Солидарність, которую люди проявляють друг другу, она по-прежнему огромна. И не знаю, там я наблюдаю, недавно искали, например, квартиру этой девочки, которая политзаключённая получила там два года химии. И люди откликнулись, помогли. Кому-то ещё какая-то помощь, там сборная семью, где отец сидит по политической статье. Опять же откликаются, помогают. Я знаю, что там у тех, у кого вынуждены… Ну да, это что стеновое, что мы отнимали. Например, там глава семьи покинуть Беларусь, а тут осталась жена с детьми. Там люди помогают возить детей на занятия. И вот это, мне кажется, такая внутренняя солидарность, она очень важна. И она, собственно, показывает тем людям, которые были не вовлечены до этого в политику, что они не одни и что, если что, им помогут. Это очень важно. Знаете, это напоминает 80-е годы Польши, да, когда тоже были убиты в Польше, когда были репрессированы. И поляки вот через там костёл сами, они помогали друг другу. Это великолепное там сострадание, пассионарность, вовлечённость. Это нужно приветствовать. Но мы же говорим про стратегию. Я говорю, вот я... Мои друзья смеялись с меня, когда я лет десять назад призывал их активно работать политиком прежде всего в одноклассниках, в социальных сетях, во враждебной тебе аудитории, чтобы призывать их в... Опять... Нема кому же, я рассказал, работать. Нема кому, слушайте, пятьдесят тысяч людей. Они сидят у Твиттера, сидят у Инстаграма. Я памятаю просто... Памятите, вот, як бабары казаю, я иду на уборы, все эти стримы и так далее. Тогда з'явилось вот такое чувание, что вот, мы людей, трошки так было за этим средним классом, как бы потянутся... Ранее что тут? Интеллигенция, так? Возь, видите, вось, ну, питанье. Татьяна добро каже, что треба вырешать гуманитарное питанье, и, как не было гэтых жаха в турмах, это безумовно. Але питанье, вось гэта, знов, повестка дня звычайных людей, яке, вось, мы их опыта... Мы по вакцинации... Мы хотели бы, так само... Мы на нижейшее темпы в свете. 9% только вакцинованных, это безумовно дно. Але, знов, люди, на жаль, альбо, вось, яны так выстроены, кажут, ну, добро, Калиния Лукашенко, тады, что вы пропонуете? И я, знов, я так само был суперпятаголком... Ну, теперь люди хочуть выборов, по-моему... Олесь... Ведовочные, и этот Чатэм Хаус, про это так само сверла 63%, по-моему... Извольнение политзаключённых... Так, так, вот что... Супер, треба об этом казать. Гуманитарная миссия... Так об этом же и говорят, нет? Разве об этом и Тихановская из-за границы говорит? И санкции, и санкции... И здесь, да, и санкции про это. Ты думаешь, что про санкции именно это змусят Лукашенко выпускать с тюрьмом? Ну вот, а я думаю, что вот, коли мы... Не просто ж так эти поведомления про эти списки политвязням заявились. Спи политвязням, я думаю, что, коли 3 липня будет извольнено там 400 людей, это будет супердоброе, и мы это витаем. Але, знов, коли будет суть сюжет, где снова головную скрипку будет играть Кремль, вот, и Лукашенко, который будет загнан в угол, и будет закладывать краину нашу, то потом отмотать с этого стану будет вельми-вельми тяжей. И тут, видите, что уродовало Украина в 2014 году? Ни армия, ни спецслужбы, ни МВД уродовало... Доброгохотники. Доброгохотники. Уродовало миллионы украинцев, которые смобилизовались, доброгохотники, трамали гроши, там, 95% тех, кто воевали, были звычайные люди. У беларусы, видите, я... Ну, мы маем так самую эту... А я не вижу, я не вижу... Теперь просто мы их не бачим. Ну, не знаю, я очень верю в наши людей на самом деле. Вот это пытанье до веры. Коли мы кажем, что може у Беларуси быть там 100 тысяч людей, які будут барани цупрать там аннекси, да? Чому не заявилася 3000 людей в 2020 году у недзе там у веросни, які бы зарабили функцию 300 аспартанцев? Ну, чому не заявилася? Я не пытанье гэта, я ведается, ну... Отказ такий у медиа сферы нашей, что не было лидеров? Не было человека, который бы это закликал? Тихоновская лидер лидер. Там матушка... Ну, Тихоновская уже была в Вене. Ну, у нас шмат людей там у турмах так, але с гэтого у сего. Так само повинен был некто. И у нас так само есть люди, які... Ну и вось, и маем отказ. У нас нема человека, который будет. Так а чему вы думаете, что он заявится быцем вось... Ну, бабариканник заявился. Раз два-три месяца. Ну... Румас вы никуда... Мимо. У Румаса сухать как-то надзмутый пузырь, який нема подставали того, как рабить его неким там... Велитикам, да. У нас еще рубрика есть прогноз не в глаз, а в грёв. Не в глаз, а в грёв. Не в брех, а в нос. Не в брех, а в нос. И... Коли коротко, у нас неколькі падзеев будзе на наступном тэдне. Это... Па пакетам санкций супраць Беларуси. Австрия уговорець, не уговорець. Датиснутць, недатиснутць, невядома. Ну, вы кажете, што не. Секторальных санкций не будзе. Будзеют некие люди у гэтым санкций. Вот... Калид Гуцарев будзе. Гэта будзе неким чинаму больш моральна позиция, чэм тэя санкции, які были на прэканце 2020 года. И... У той же день, 21-го червяне, починается прене в суде над бабариком. Ты отримала аккредитацию? Нет. Ну, так. Я так разумею, што ніхто с незалежным журналистов не отримае. Это значыць, это... Я так разумею, все-таки с бабариком все выражено. Будзе сидеть. Не. Я думаю, што бабарыка будзе звольнена. Ли будзе звольнены, може быть, не у гэтым, там, короткотерміновым, а не дзе там, в Верасній, Кастрышнік, к тому што... Будзе некий... Ёс некий заказ на тое, ка выражыць беларускай пытанье з пункту гляджа так сама... Персоналей. Москвы. И гэта чынник будзе, безумовно, зацікав... А бабарыка ёсць в этом сценарий? Многі аналітики кажуть, я не верю. Тое, што... Ён там ёсць некай монетай в этом гульні, в этом сюжете російськом. Ён стаў жо гэтым закладніком в этой ситуации. И чатр-хаус про это, даречі, потверджаю, што большэня беларусу не верит. 90%-ку. Навад ёсць прихильники ёсць в это не верят. Я не веду, як это буде. Я жадаю бабарыки ўсць ёсць ёсць ёсць, ёсць 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 ёсць, ёсць 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 ёсць, ёсць зunionк aver малков Pituanedоли. И гэта так сама я думаю буде, тамошто Для Лукашенкі гэта насменьше из того, ёсць ёсць цаў Two можно зробиць.. Буде прэзсуд, и он не буде мець машчымximусть уздачать в выбах на десят годов, а ле он будь рэксэць сейчас. Як т Preмéра моажа цаў, Вэй проэтамарити.. Э newestment не зoused ден i��og Systems ёсцць ёсць 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 тэр�만ё ті Xохановскім, В Бресте Лукашенко скажет, что вот у нас закон про БЧБ и «Живая Беларусь» — это нацистская символика и в Окличе. Слушай, ну по моим сведениям в Брест собирают журналистов на 22-е, и в том числе зарубежных. Поэтому я думаю, что-то он там скажет. Ну, там прогнозировать что, як. Ну, изначально подавалась же информация, что 22-го парламент будет принимать. В расписании Палаты представителей на 22-е заседание сессии нет. Да, это ничего не значит, но пока нету, и пресс-служба пока ничего не знает, и говорит, что эти новости читает тоже вот в Телеграм-каналах про… Но что-то, наверное, скажет, для них, мне кажется, для властей очень, в принципе, ну, так знаково будет 22-го… Ну, я думаю, после сегодняшней новинной про… Совместив вот все события, это будет знаково для них в этом дело. Ну, и после сегодняшней новинной про Тутбайка признать все материалы экстремистскими, это фактично каждый из нас, кто на репост на свою сторонцию, в Фейсбуку. Год тому, два-три-четыре, это так, подпадая под артикул, но после… Ну, еще суда не было, правда, это еще инициатива МВД. А, нет, ну, тут понимаю, что с Тутбаем же такой вопрос, что, я так понимаю, они собираются признавать экстремистскими, если я правильно прочитала, то, что сейчас публикуется в соцсетях Тутбая. Ну, это был постфакт, так, уже после решения суда все, что за этот час… Да, да, да. С 18 мая Тутбай на своем сайте не публикует ничего. И если… ну, я вот не помню дословно… Ну, соцсети, оно еще и соцсети. Да, ну, как бы соцсети, это вот эти… ну, в основном, мне кажется, делали репосты… Ну, в тот же Фейсбук репосты делали с сайта Тутбая. Ну, как бы ликидовать телефон-канал Тутбая. Ну, возможно, да. Мне кажется, это только приведет к росту подписчиков. Я думаю, что вот 22-го может быть использована как дата объявления амнистии, с одной стороны, с другой стороны. Мы там с Россией, там, против войны Запада. Второе – против Тутбая. Это, опять-таки, если вдруг какие-то решения будут приняты, все равно же для информирования, для получения информации это никакого значения не имеет, потому что люди-то остаются. Вот. И в какой-то точке, на мой взгляд, вот бифуркации, перелома будет где-то 3 июля, когда будет кто-то освобожден, и уже пойдет вот какое-то, ну, мягкое, хаотичное освобождение, потому что, на самом деле, вот борются кто? Силовики. Да, они там, они не думают, они просто там… Ну, они так само, не то, что не думают, многие и боятся. Боятся, да. Второе – это те люди, которые про бизнес, да. А третье – не будем забывать, что очень многие из бизнеса, из банков, из чиновников Беларуси, они мечтают о том, чтобы была какая-то интеграция с Россией, чтобы, в конце концов, это закончилось. Поэтому, вот, активизация российского фактора, обострение борьбы между силовиками и застабилами, она будет, безусловно, происходить. Ну, а люди должны просто бороться за правду и активно участвовать в… Опять, каждый из нас имеет возможность быть генератором своим тут-баем, новинами-бай, потому что мы понимаем, мы должны быть солидарными, и каждый из нас немножко журналист, и вот Татьяна, безусловно, журналист и гражданин. Не, то есть журналист, гражданин, сейчас журналист. Ну, аккурат, Татьяна, ты так, да, это и доказала. Да, да, да. Дякую велики за размову. Пока свободно глядите нас и подписывайтесь на наш канал. Ну, а я все-таки скажу, что я очень верю в белорусов, и что, как раз таки, если наступит такой ответственный момент, то они опять всех очень изумят. Ой, если бы это так было так просто. Потому что… А бы так было. А бы так было так, потому что…